я сейчас приехала в харьковский район киева здесь высотки 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 небоскребы небоскребы а я маленький такой то мне страшно то мне горько то теряю я покой обалдеть мне это очень и близко высотки нет 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 одни кондиционеры чем там дышать одни кондиционеры все поднимается вверх чем люди дышат там нет 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 а вообще красиво зелено очень куда иду иду к своему стоматологу меня мой врач стоматолог муж светлана романовна ее муж хозяева клиники у меня не проблема зубами нет у меня чистка очередная чистка раз в полгода плюс-минус хожу на чистку зубов до небоскребы не моё я уже вышла ух ты даже белые рис и красивая красиво очень зелено очень ухоженно смотрите как красиво да да и вот моя стоматология я у этого доктора уже ну сколько почти 20 лет красиво 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 олейки зеленые деревья побелел побелели да вот букашек разных вот я выхожу красиво сирень нет это не серия это акация акация красивая акация даже подойду акация это акация красивая красивая акация ух ты испугала помню рували цветочки ели помните я ела еще как ела а вообще очень зелено и очень красиво красиво чисто небоскребы у меня сегодня пицца из цветной капусты цветная капуста яйца и я положила еще пару столовых ложек у меня все на глаз ржаных отрубей ржаные отруби вы представляете люди какая польза какая польза цветная капуста отруби ржаные яйца супер тесто смотрите темное красивое тесто за счет ржаных отрубей тесто темное без мяса без колбаски у меня пицца у меня грибы хорошая клетчатка грибы это не белок нет у меня шампиньоны просматриваются грибочки помидоры даже немножко майонеза есть и здесь у меня еще сыр моцарелка смотрите смотрите сыр тянется смотрите какая прелесть люди вот это еда вот это похудение едим по-царски и стройнеем кто со мной всем приятного похудения ссылочку на видео пиццы цветной капусточки я ставлю как всегда в комментариях смотрите и готовьте у меня кстати цветная капуста из морозильной камеры здоровенький был их всем доброго дня всем доброго времени суток самому-самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать общаемся наш формат это похудение похудение стройность мотивация наш формат конечно дисциплинка наш формат обязательно питание движение здоровье ну то есть мы с вами о похудении от всей души мои хорошие я вначале вам показала еду я напомнила я никого не удивила я никому не открыла америку пиццы цветной капусты это очень вкусно у меня капуста цветная в морозильной камере еще есть еще есть еще есть на осень занимайтесь морозильной камерой и будет вам счастье всем консервировать не нужно морозилочка работает это очень здорово это очень вкусно корж напоминает корж из муки за счет отрубей отруби и впечатление вроде бы корж мучной это очень вкусно если вы угостите этой пиццей своих друзей своих родных никто не скажет что это цветная капуста как основа готовьте с любой начинкой какая вам нравится это очень сытно вы можете съесть такой пиццы не 100 грамм я на диете мне больше нравится пицца с грибочками я не люблю мясные пиццы но это лично мое вы готовьте такую пиццу с такой начинкой как вам нравится ну хорошо сейчас давайте почитаем комментарии у нас два комментария прочтем а потом пообщаемся хорошо читаем комментарии всем здравствуйте жесть как чесались руки что то вам написать в течение недели значит так поехала в отпуск мамочки в село и сначала все пошло не так как я хотела я пообещала себе что возьму весы чтобы отслеживать свои показатели но случилось не так как предполагалось и я их оставила дома все это время трясла чтобы не набрать лишнего но чуда не произошло как только я переступила порог квартиры побежала на весы не скажу что я потеряла сознание потому что будет плюс я была готова к этому увидела плюс два это стандартный результат по возвращению от мамы смайликулы бачка ранее бывало и плюс семь обычно после этого я без печали обычно после этого я без печали заказываю доставку из макдональдса и лакомлю самым вкусным бургером с картошкой но не сегодня несколько минут вспоминаю как вчера я ела соленую рыбу и запивала водой между этим в мой желудок залетела селедка под шубой и котлеты но точно не жиры потому что всю неделю я с утра наворачивала круги вдоль пруда чем вызвало удивление у местного населения еще бы в цели спортом займаться потому что что у них так не принято понятное дело мама наделила меня домашней курицей я ту курицу подготовила то есть приготовила дома за две минуты и в мультиварку шлепнула на режим тушения теперь спокойно даже могу вздремнуть после дороги потому что через два часа меня будет ждать вкусный обед а может даже и ужин каждый раз я благодарю не только за мотивацию вас но и за пропавшее желание опустить руки вот это классно вот это вот это хорошо человек благодарит за мотивацию и за пропавшее желание опустить руки это хорошо правда все не опускаем руки все в наших руках добрый вечер Татьяна добрый вечер стройнеющее сообщество с вами не первый год и очень здорово я преобразилась и построила благодарю вас Татьяна за полезную информацию и мотивацию но последнее время что-то начала косячить то пироженку я куплю тянет на сладенькое то пасочку съем то поленюся выйти на пробежку типа погода не очень радует я начала прибавлять весе сначала килограмм потом и второй муж смотрит на меня уже сукоризной принесла пирожное а он мне а он мне а тебе по твоей вере положено муж а тебе по твоей вере положено это значит что я вас слушаю и мне стыдно даже стало в зеркале два килограмма заметно я себе уже не нравлюсь какая я стала разбитая неактивная так что все что вы говорите все верно должна быть система и шаг вправо шаг влево нельзя благодарю вас за мотивацию смотрю и возвращаюсь на тропу здоровья и стройности красоты и легкости спасибо вам Татьяна с уважением к вам Лариса вот такие у нас комментарии люди возвращаются назад на тропу стройности похудения удержания веса это классно и первый комментарий да руки не опускаю спасибо вам за это да и второй комментарий люди да классно значит значит я на правильном пути я выполняю свою миссию люди меняются люди начинают понимать это классно люди это здорово просто мои хорошие вчерашняя тема кофе 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 всем понравилось информация вернее о кофе да приятная информация кофе понижает уровень гормона аппетита горелина какая прелесть какая прелесть я думаю почему мне так нравится кофе отлично просто пьем кофе стройнеем и оздоравливаемся ну и продолжаем дальше мы с вами изучаем наше похудение это изучение это изучение мы знаем только эти продукты у нас уже привычка знаете конкретно на какие-то продукты я это не покупаю не надо у меня все свое все свое бери что хочешь я знаю что я себе куплю я знаю чем я себя порадую вот если прислушиваться ко мне да то вес будет уходить просто так автопилотом так стали на весы вес меньше нужно только присматриваться да вот допустим у меня питание и движение если движения не будет ну так что-то мне не очень будет нравиться даже не вес я какая-то буду такая знаете неподвижная ну так мягко сказано неподвижная небыстренькая такая неактивная какой-то тормоз да замедляется любой процесс когда нету активности физической вот все процессы в организме замедляются я такой не хочу быть клушей не хочу не хочу поэтому присматривайтесь и прислушивайтесь похудение это и активность физическая и питание значит так по питанию утречком мы все с вами знаем что когда мы встаем то у нас должны быть правильные продукты лично у нас это ценность калорий это белково-жировая субстанция не медленный углевод нет концовочка будет я скажу почему даже не медленный углевод я скажу это вообще ключевой момент будет послушаем в конце мы с вами спим вот почему еда такая должна быть правильная адекватная да ну у кого-то правильная каша мы что я ем утром кашу ну так я отхожу в сторону опять почему каша человеку нравится утром каша вам рассказать почему вам нравится каша вот я вам сейчас расскажу почему лично вам нравится каша потому что это сладость она сладкая любое зерно сладкое в срединке в зерне что ядрой чего икринка рыбы просоленная или что там а ну что отвечаете что внутри правильно крахмал сладкий поэтому вам хочется сладкого вы жуете свою гречку даже гречку упаренная уваренная мягкая и сладкая поэтому вам хочется зерновых а вот это вот овсяные хлопья вот эти да типаж медленный углевод который состоит из цепочки быстрых углеводов это вообще утекай просто хувайся хувайся это чистый сахар быстрый моментально во рту усваивается в кровь во рту углеводы усваиваются тут щелочная среда они соединяются со слюной фермент амилаза все и попал ваш углевод глюкоза в кровь прямо во рту поэтому вам хочется сладкого знаете имитация всплеска энергии имитация только имитация нравится сладкий вкус да еще меда туда бахнул да еще джема туда тоже с бананом туда вот так горсть изюмчика это как магний для сердца так полезно да сладкого люди хотят сладкого но признайте себе что вы хотите сладкого с утра да а вы ж сидите на дупе день а вам нужна энергия двигаться пойдешь или нет любую любую глюкозу да вернее глюкозу любой углевод нужно отрабатывать ты пойдешь заниматься после каши или нет нет ты будешь сидеть дома у компьютера да с телефончиком да туда-сюда по квартирке ходить да а зачем ты кашу ешь ты же ее не отработаешь а углевод да ну дальше дальше будет еще интересней так вот лично у меня только ценность калорий небольшое количество да белок жир молочные продукты молочные продукты в авангарде приоритете молочные утром почему вот конкретно вот такие продукты давайте подумаем мои хорошие мы же переживаем за наше похудение наше похудение наше оздоровление давайте внимательно слушать почему мы так переживаем за завтрак за адекватные правильные продукты потому что когда мы с вами спим наша желчь да она постоянно ночью выделяется за ночь в желчном пузыре накапливается большое количество желчи она может быть еще гуще чем желчь которая выделяется днем и которая днем накапливается ночная желчь густая и очень важно очень чтобы желчный пузырь выбросил вот эту ночную желчь очень важно чтобы она там не концентрировалась в желчном пузыре ну хотя желчь не вся покидает желчный часть желчи должна оставаться но основная часть должна выброситься конкретно густая желчь ночная напоминаю самый плохой самый вредный это окисленный холестерин окисленный холестерин это густая желчь это запорой в переводе с медицинского холестерин это желчь вот нужно утром выбросить вон плохой холестерин что для этого нужно хороший отток желчи это не теплая водичка да хороший отток желчи это продукты какие же продукты способствуют способствуют хорошему оттоку желчи первое берем мои любимые продукты молочные йогурт вот даже были медицинские исследования это не просто а поговорить медицинские исследования да когда мы с вами съедаем стаканчик йогурта приблизительно 200 грамм нормальный стаканчик человеческий не вот эти вот мензурки нормальная порция потому что если будет не нормальная порция ложка я утром ем мало и желчь только точно так будет выделяться дыр а когда вы съедите хороший стаканчик йогурта да хорошая жирность то будет не агарский водопад желчи это же хорошо это же лучше чем дыр так вот на йогурт допустим 200 грамм йогурта идет отток желчи приблизительно желчный выбрасывает 10 процентов желчи на стаканчик йогурта когда вы к йогурту добавляете еще белок а именно творог допустим да йогурт и творог то через 30 минут как мы съели вот этот белок вот эту еду желчный пузырь выбрасывает желчь более мощно будет выделяться желчь на 20 процентов освобождать вернее желчный пузырь пьем кофе кофе я пью всегда через какое-то время после еды ну как-то вместе с едой кофе ну это моветон для меня ну какая-то разница нужно почувствовать вкус кофе а не запивать творог кофе не важно даже если это кофе с молочком значит выпивается чашечка кофе и допустим через какое-то время через 30 минут вы чувствуете пазы в туалет после кофе не подписать а за большим чувствуете пазы отлично это значит на кофе пошел хороший выброс желчи на горечи вот допустим на чашечку кофе желчный пузырь освобождается на 22 процента от желчи если пьете чай хороший свежезаваренный да не из пакета идет отток желчи на 18 процентов понятно да хорошо стимулирует желчный горечи очень хорошо утречком горечи добавляете в чашечку с кофе молочком лучшее жидкое желчегонное не пепсикола не вода теплая а молоко жирное это лучшее жидкое желчегонное вспоминайте раньше да мы смотрели фильмы человек встает выходит в верандочку стоит глечик молочка поднимает людина молочко да глечик пьет молочко молочко стекает так да по телу да человек пьет молоко жирное хороший отток желчи на 40 процентов освобождается желчный пузырь от желчи после стакана жирного молока на 40 процентов почти половина желчи уходит густой нехороший нехорошего холестерина уходит после стакана жирного молока дальше слушаем утром конечно прекрасно просто белково-жировая субстанция не медленный углевод нет утром это масло сливочное утро это сметанка это йогурты в турции это каймак обязательно жирные сливки вкусные жиры перерабатываются нашим организмом немножко дольше все проходит то есть выброс желчи будет через час но будет мощный мощный хороший выброс желчи если хотите чтобы выброс был быстрее выброс желчи да то пейте жирное молочко хотя бы полстаканчика когда наша пища поступает конкретно в кишечник уже прошла желудок поступила кишечник выделяется гормон холецистокинин когда пьем вспоминайте кофе да горечи выделяется ГАСТРИН гормон а тут пища поступила в кишечник выделяется холецистокинин это гормон вызывает сокращение желчного пузыря и выделяется этот гормон холецистокенинг конкретно на белковую пищу, а вот желчь лучше выделяется на жирную пищу. Комбинация белок и жиры – это лучшая комбинация для тока желчи. Сочетание белок и жир – это лучшая комбинация для тока желчи. Путают многие непереносимость молока. Вот у человека идет выброс желчи, вздутие какое-то легкое, да, понос, говорят, да, диарея. Нет, это просто выброс желчи. Отток желчи мощный пошел. Человек пьет молоко – это счастье, что у вас такой отток желчи. У меня, возможно, не будет такой отток желчи, да, а у вас будет конкретно. Вот у вас такой отток желчи. Это не значит, что организм не воспринимает молочные продукты. Это реакция. Это сокращение мощной желчного пузыря и отток желчи. Это же классно. Я только об этом мечтаю. У меня такое бывает раз в миллион лет. И я понимаю, все, это где-то открылся канал, была часть спазмирована, спазм ушел и пошел отток желчи мощной, то есть жидкий стул – это желчь, это классно, это здоровье. Хороший отток желчи – это бульоны, утром тоже белково-жировая субстанция, чашка бульона, теплое молоко или, допустим, жиры растительного происхождения. Те же маслины вы взбрызнули оливковым маслом. Орехи можно употреблять, желательно наши, наши, наших регионов орехи без афлотоксина, потому что орехи не проходят санкции какие-то, да, нужно поменять код. Их солькой посыпали и прислали нам орехи неизвестно какой пятилетки. Наши орехи – жировая субстанция. Орех – это не белок, это конкретно жиры. Клетчатка – жиры. Это нормально, это хорошо. Ну, а теперь конкретно о углеводах. На углеводы, на углеводы утром, ешьте медленные углеводы, утром каши, на углеводы не выделяется холецистокинин, не выделяется. Значит, оттока желчи нету, потому что этот гормон, холецистокинин, сокращает желчный пузырь, а он не выделяется. Холецистокинин выделяется на белок, а вы ж любите каши утром есть. Значит, после зерновых нету оттока желчи, и вы себе только нарабатываете камешки вот этими кашками зерновыми. Как все просто. Как все просто, люди, да? Люди учились годами, в медицинских вузах учатся не год, не два и не пять, и не додумались до этого. Как все просто. Утром не углевод медленный, состоящий из цепочки быстрых углеводов, а белково-жировая субстанция. Это еще и отток не только насыщения, это отток желчи. Это профилактика желчекаменной болезни. Люди, убиваем несколько зайцев адекватным питанием. Все, мои хорошие, я с вами сегодня пообщалась. Худеть, это классно. Какой замечательный процесс похудения и удержания веса. Вот этот процесс меня просто затягивает, засасывает, затягивает. Знаете, как вот людям нравится решать какие-то сложные кроссворды, вот так мне нравится информация, выполнять все, да, тогда все у всех получается. И худеется очень легко и в удовольствие. Мои хорошие, как всегда, благодарна всем за общение, за комментарии. Пишите, стараюсь всем отвечать. Спасибо за просмотры моих видео. И, конечно, большое спасибо всем за лайки. Мои хорошие, всем Божьей помощи, всем Божьего благословения. И до встречи. Дальше будет.